Очередная трагедия на спортивной площадке. Семилетний мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после того, как на него упали футбольные ворота. Произошло все в Сынжерейском районе. Сейчас мальчик находится в отделении реанимации Института матери и ребенка. Все произошло вечером 30 марта в селе Григореука. Мама вышла погулять с двумя из трех своих детей. Семилетний сын ринулся на стадион, она упустила его из виду, а через некоторое время мальчик, который тоже игрался на поле, прибежал и рассказал о случившемся. Случай шокирующий, но это спортивная площадка для взрослых. Игровая площадка для детей рядом. Мама пришла с детьми отдохнуть, села на скамейку под деревом. Рядом со спортплощадкой была пожилая женщина, маленький мальчик, который играл там, и когда все произошло, поднял ворота, и эта женщина потянула пострадавшего. Маленький мальчик побежал и сообщил о случившемся его маме. По словам социоассистента, скорую вызвали незамедлительно, но поскольку та запаздывала, мама остановила попутку, чтобы быстрее доставить сына в больницу. Мама молодец, не растерялась, быстро взяла сына на руки, вызвала скорую. Вот только не отложка опаздывала, потому что была на вызове в другом селе. Тогда она остановила первую проезжавшую мимо машину и поехала в травмпункт. Оттуда их транспортировали в Кишинев. Ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Семилетний пациент был доставлен в институт матери и ребенка в субботу после того, как на него упали футбольные ворота. При поступлении состояние больного оценивалось как тяжелое, с множественными травмами, преимущественно шейной области. Его госпитализировали в отделении хирургической реанимации, где он находится. В данный момент состояние тяжелое, но стабильное. Жители села шокированы произошедшими. Говорят, что осмотрительными должны быть и дети, и родители. Случилось большое несчастье, потому что ребенок суперактивный. Сейчас многие дети такие. Жалко, конечно. Невнимание родителей, я вам скажу. Я же с ними сколько раз беседовал, это я сетки повесил на этих воротах. Они ходят там, бешаются. Я говорю, слушайте, я же не для этого, это не гамак, во-первых. В мэрии, между тем, утверждают, что узнали о случившемся только сегодня, когда приехала полиция. Очень жаль, что произошла такая трагедия. Но все же родителям стоило бы быть осмотрительными. Ведь мы знаем, что ребенок был очень активным. Даже родители не смогли отреагировать, потому что все произошло внезапно. Посмотрим, кто хозяин этих ворот и решим, что дальше. А сегодня министр здравоохранения опубликовала пост в Фейсбуке, в котором призвала местные органы власти, руководство, школы и других учреждений, в виде некоторых находятся спортивные площадки, проверять футбольные ворота, чтобы не допустить подобных трагедий. Напомним, в прошлом году при таких же обстоятельствах погибли двое детей. В январе 16-летний подросток забрался на футбольные ворота, чтобы сфотографироваться, но не удержался, и ворота упали вслед за ним. Мальчик скончался на месте. Такой же трагический случай произошел в столичном секторе Чекана, где ворота насмерть придавили 14-летнего ребенка. Тогда муниципальные власти заявили, что намерены изменить правила, касающиеся спортивных площадок, чтобы крепление футбольных ворот стало обязательным.